Добрый вечер, республика! Сегодня в студии вместе с гостем нашим мы обсудим последние изменения в кодексте об административных правонарушениях Российской Федерации. Позвольте представить нашего гостя, начальник отдела ДПС и АС, управление госавтоинспекцией МВД по Крачаево-Черкесской республике, майор полиции Семенов Беаслан Баталович. Добрый вечер. Беаслан Баталович, давайте начнем, пожалуй, наш сегодняшний разговор именно касательно заявленной темы изменения в законодательстве, касательно административных правонарушений. Ваш отдел как раз-таки этим и занимается, исполнением административного законодательства. Вот что нового у нас появилось, когда и кого в первую очередь это коснется? Это в первую очередь коснется участников СВО, если с вашего позволения я зачитаю, именно какие привилегии есть, все остальное. То есть какие-то привилегии появились, да? Да, да, есть скидки, поэтому я зачитаю вам. 19 августа 2024 года вступил в силу федеральный закон от 8 августа 2024 года номер 285 о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральным законом предусмотрена возможность возврата до окончания срока лишения права водительского удостоверения лицу, подвергнутого административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами. Этим является призванная на военную службу по мобилизации или военное время, заключившим в период мобилизации, в период военного положения или военное времени контракт о прохождении военной службы в рядах нашей армии. От нашей армии, да. Положение федерального закона распространяется на лиц, призванных на военную службу и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганских народных республик, и Запорожья, и Херсонской областей. За какие правонарушения? За управление транспортным трезвым состоянием, транспортными средствами или выезд на встречную положение. Те нарушения, за которые предусмотрены решения права управления транспортными средствами. Если мы уже заговорили о правонарушениях на дороге, давайте, наверное, подведем некий такой итог прошедшего года. Ну, вернее, не года, а вот трех кварталов, да? Да. А вот давайте расскажем нашим телезрителям, может быть, озвучим некоторую статистику правонарушений на дорогах Карачаева-Черкесии. С чем они чаще всего связаны и вообще много ли их бывает? Ну, за истекший период 2024 года на территории Карачаева-Черкесской республики зафиксировано 216 дорожно-транспортных происшествий, в которых 42 человека погибли, 263 человека получили ранения различной степени тяжести. Очень большая такая достаточно цифра, мне кажется, для нашей маленькой республики. Из-за чего чаще всего происходит? Анализом дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий у нас являются в республике выезд на встречную полосу, нарушение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил. То есть люди просто, по сути, не соблюдают правила дорожного движения, да? А какую-то профилактику проводите вообще? На территории Карачаева-Черкесии проводятся профилактические мероприятия, как встречная полоса, трезвый водитель, твой ход пешеход, встречная полоса, внимание, дети, идется профилактика с водителями, также в интернет, в соцсетях выкладывается. Очень важную роль вообще, скажем так, в мониторинге состояния на дорогах, да, играют патрули ДПС. Вот скажите, пожалуйста, сегодня в задаче вот патрулей и что входит конкретно, чем должны заниматься патрули, как они получают это задание? Может быть, есть наиболее аварийные участки дороги, куда их чаще отправляют? Или, в принципе, это вот всегда одни и те же точки? Да, у нас есть, получается, когда заступают на дежурство патрули у нас, как вы сказали, службы несут, они в тех местах называются очаги аварийности. Мы смотрим, проводим статистику, где наиболее в какое время суток, в темное время суток, зимой они выставляются в тех местах, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Выявляют, есть, они стоят и стационаром, и также в моменте патрулирования выявляют нарушения, также проводят профилактические мероприятия, профилактические беседы с участниками дорожного движения. Это, получается, каждый день определяются эти места по-новому или на месяц? Да, есть карточки. Нет, ежедневно, ежемесячно командиры доводят информацию, по каким направлениям они работают, движения. А что касательно вот этих вот очагов аварийности в республике, у нас есть какие-то особые места, где вот особенно нужно быть внимательным, скажем так, водителям? Надо быть всегда. Есть права и обязанности водителя, в соответствии с которым водитель должен учитывать погодно-метеорологические условия и соблюдать правила дорожного движения. Таких нет особо опасных участков, но есть очаги аварийности, где плохая видимость, где водители уже время суток учитываются тоже, темное время суток, когда зрение расслабляет, внимание у них притупляется. Есть большинство, когда опрокидывание допускают, скоростной режим не соблюдают. Это, мне кажется, самая большая проблема, да, нашей республики? Да, ну большая проблема, и в чем заключается? Многие отвлекаются на свои гаджеты, на телефоны, вот эти моменты отвлекают, когда и в основном бывает ДТП у нас, бесхозный выпуск, это патрулеты выезжают, смотрят, беседы проводим, и с главами поселения проводим, и через духовенство пытались довезти. Это проявляется проблемой, потому что темное время... Не видно, да. Да, да, и большинство происшествий. Даже если небольшая скорость, вот, по сути, можно сказать, что... Конечно, и водительность реагирует, и испугает, ну, все бывает. А вот меняются ли как-то места, скажем так, вот этой опасности, очаги вот эти, в зависимости от времени года? Вот сейчас осень, к примеру. Вот у нас, смотрите, это не от времени суток зависит, не от погодных условий, не от сезона. Это зависит большинство, более трех ДТП, когда происходит, там уже смотрим, и выставляется... В чем причина? Да, причина устанавливается, из-за чего происходит причина. Есть в таких местах, и много камер установили, видеофото, видеофиксации, что и помогает нам в этом моменте. Касательно вот республиканской, может быть, столицы и рядом территории, где у нас такие очаги расположены? У нас есть, в Черкесске в самом месте, в Джигутинском районе, в Зеленчугском районе, в Карачаевске есть, в Малокарачаевском районе есть там. Есть в районе, где два очага аварийности, где отрабатывают периодически в течение суток, и ответственно от района выезжают, и наряды патрулируют, и на месте стоят, работают. Если в темное время суток, они в этот период стоят и отрабатывают этот участок дороги. Совсем недавно начался учебный год, очень много детей сейчас находится на улицах города, посещают школы, высшие учебные заведения. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли какие-то опасные участки, скажем так, в Черкесске для передвижения непосредственно детей? Я вам так скажу, дороги, нет таких разделений опасных участок дороги, дорога, она сама опасная. И дети при переходе дорожного, перед началом, даже я так скажу, перед началом учебного сезона, нашими сотрудниками выезжали и проводили беседы с учителями, с детьми, когда выходит непосредственно тоже про, как перейти проезжую часть, беседы проводятся. Это как в детских, дошкольных учреждениях, как игры проводят, чтобы детям доводят правила. Городок безопасности, да, мы знаем. Да, городок безопасности и все остальное. В интернете мы выкладываем ролики, показываем, связан именно с этим. У нас еще проводятся мероприятия в школах, и периодически наши сотрудники, когда выезжают, обучают, так как уже пешеход, тот же самый пешеход, непосредственно с возрастом становится водителем. Дорога, она сама по себе опасная, сами понимаете, надо от всего зависеть от внимания и пешехода, и водителя. И поведение других участников движения, мне кажется. Согласен, да. И родителям, и с родителями проводятся беседы, непосредственно родители, и когда провожают детей, встречают, доводят эту информацию. Я надеюсь, чтобы это их же и безопасность. Сотрудниками ДПС проводятся, вот как вы уже сказали, различные акции, может быть, даже там касательно пристегивания детей в машине, да, там, как правильно переводить. Как вообще родители республики реагируют, когда вот идет такая акция? Я-то вам так скажу, положительно реагируют, да, на встречу идут, понимают, слышат, проводятся акции. И как бы родители нормально реагируют, это как бы их не безопасно, их же и детей. Я думаю, все будут рады этому и сам не доводят. Касательно профилактических мероприятий, может быть, есть особые какие-то, которыми гордится управление госавтоинспекцией, которому особое внимание уделяется? Ну, связано с детьми, остальные мероприятия мы проводим из-за того, что статистика у нас большая по умершим. Из-за этого проводятся периодически у нас операции проходят. Так гордиться, чем свою работу делаем. Это непосредственно наша работа, профилактика, в первую очередь профилактика и профбеседы с водителями, с детьми, с родителями, с участниками дорожного движения. Правила ПДД, вообще правила дорожного движения, написаны кровью. Это жизнь каждого участника дорожного движения. И знание правил дорожного движения, для них же это багаж знаний, который понадобится. Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются жители, это когда сажают несовершеннолетних детей, ну, людей, да, скажем так, за руль транспортного средства. Вот что бы вы могли сказать, скорее, даже не детям, а родителям этих детей? Ну, я вам так скажу, это вообще родителям надо говорить. Дети не получат доступ к транспортному средству, если родители объяснять будут, что им еще рано. Лучше правил научить дорожного движения, чем давать практические занятия детям, как они думают, что учат детей правилам дорожного движения. Показывать, рассказывать, это мы выявляем, в этом направлении ведется работа у нас. Мы такие, если выявляются такие факты, передаем службу по делам несовершеннолетних, ставим на учет таких детей и контролируем. На родителей уже выносится постановление непосредственно, комиссия рассматривает это все. Ну, то есть стоит все-таки задуматься о том, что будут последствия для ребенка, которые могут отпечататься на его будущем. Конечно, конечно. И это и родителям непосредственно за передачу руля привлекаются родители. И ребенка как бы уже на учет ставят, и ведутся профилактические беседы, в школе доводится информация. Ну, у нас вот случались в республике такие вот ДТП. Да, у нас по шести фактов есть, где участниками дорожного движения являются дети, даже имеются погибшие. А вот скажите, если что-то вот такого рода происходит, административные ответственности или, может быть, даже уголовную могут нести родители? Начиная от уголовной и административной, конечно, непосредственно родители, опекун, попечитель, с кем ребенок растет, чья машина непосредственно, кто передал, кто дал доступ к транспортному средству. Непосредственно всеми ведется работа и привлекаются все службы и рассматривают, как и откуда все это взялось у нас. Еще одна, наверное, распространенная причина аварии в нашей республике, да и вообще, в принципе, в нашей стране это управление в нетрезвом состоянии транспортным средством. Это есть, так и участились случаи, но это не только состояние пьянения, есть такие, которые в наркотическом состоянии, наркотическое пьянение. Поэтому с этим у нас и операция ведется, и статистика, в какое время суток это все происходит. И в этом направлении у нас уже непосредственно была операция «Трезвый водитель». На постоянной основе это проводится, мониторим, смотрим. В этом направлении работаем постоянно. Очень много роликов, опять-таки, в социальных сетях, когда людям как бы доносится, ну, мне кажется, не совсем правильная информация о том, что можно отказаться от освидетельствования на алкогольное опьянение. Так ли это на самом деле? И если человек откажется, то каковы последствия? Вот, кажется, это то же самое, что он не подтверждает, да, признает уже, что он в состоянии опьянения. Есть люди, которые на месте, им предлагают на месте продуть. Если есть сомнения, в больницу едут, и непосредственно там уже при понятых, и как они пожелают. Каждый человек, ну, водитель, реализовывает свои права, как пожелает, так и уже лишает не сотрудник полиции, а суд принимает решение по ним лишать, и все. Ну, то есть в любом случае, если человек откажется, все равно это, как бы, получается, он признает. Ну, уже причина есть отказа, в чем-то же заключается. По поведению видно, что человек, сотрудник же останавливается, смотрит по реакции водителя. И он уже сам предлагает ему, если вызывает там шаткая походка, неумятная речь, там есть признаки, по которым можно назначить освидетельствование, направить человека на освидетельствование. А скажите, если вот алкогольное опьянение и наркотическое тяжесть, вот, скажем так, последствий, одинаково будет административное наказание, или все-таки разное? Не, не одинаково. Есть повторные, которые попадают, с тому же и уголовные ответственности привлекаются. А так предусмотрено кодексом административных правонарушений на этаже. Еще одна особенность нашей республики, то, что зачастую люди без права вообще ездят. Вот что делаете с такими нарушителями? Транспортное средство изымается, ставится на специализированную стоянку. То есть хозяин в любом случае, да, придется? Да, и хозяин транспортного средства тоже непосредственно привлекается к ответственности на то, что передал лицу без права управления. А тот, кто ездит без прав, вот как с ним быть? Ну, таких, я не могу сказать, что ездит, как понять, ездит. Ну, вот, человек сил, да, вот, да. Будучи лишенным, или который не получал вопрос? Вообще нет прав у него, да, либо лишенный, либо... Такие, да, привлекаются к административным ответствам в установленном порядке. Считаете ли вы, что, вот, скажем так, более строгие, скажем, штрафы или, может быть, административные какие-то взыскания как-то приведут к тому, что люди чаще начнут задумываться о том, стоит ли нарушать? Людям изначально надо задумываться. Когда садится уже человек за руль, уже надо задумываться. Если нету права управления, да, выдается в установленном порядке без обучения правил дорожного движения, это уже нарушение, он должен понимать. И, как бы, ладно, вы говорили за детей, да, дети, дети там могут где-то доступ найти. А взрослые, когда садятся, это уже предупреждают. Они все прекрасно знают гражданскую ответственность. У нас есть, как же, гражданская ответственность непосредственно, что может привлечь и к уколовной ответственности за нарушение гражданской ответственности. Поэтому я вам предлагаю пройти освидетельствование на месте нашим полкометром Кобра. Будете проходить освидетельствование? Нет. Отказываетесь, правильно? Да. Также я вам предлагаю пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Будете проходить? Нет, отказываетесь. Отказываетесь. Материалы к делу в отношении вас, которые вы будете составлены, будете расписываться? Нет. Отказываетесь, правильно? Нет. В вопросе ст. 27.19 в К whatsoever я согласен, я вас направляю в медицинское освидетельствие или в медицинское учреждение. Я вам предлагал пройти экспертизу на состоянии алкогольного опьянения. У нас здесь на месте через алкогольный Питер будете проходить? Отказывайтесь. А также я вам предлагал пройти в медицинском учреждении. Будете проходить? Тоже отказывайтесь. Причины отказа можно? Два-три квадка пива сделаю. 27.12. Кодекс Российской Федерации о правонарушениях. Это порядок проведения о свидетельствовании после отстранения. На первом этапе я вам предлагаю пройти экспертизу на состояние алкогольного опьянения. У нас здесь на месте. На алкогольное проявление хотите проверить? Не хотите. На основании статьи 27.12. Кодекс Российской Федерации о правонарушениях. Вы направляетесь в медицинское освидетельство и в медицинское учреждение. С нами согласны проехать на медицинское освидетельство или в медицинское учреждение? Не согласны. Пожалуйста, у нас на месте через алкогольное проявление будет проходить медицинское освидетельство на состояние опьянения? Нет. Отказываетесь? Да. Также я вам предлагаю пройти медицинское освидетельство, пройти медучреждение у врачей и медиков в городе Черкесе, улица Ленин, 144. Будете проходить? Нет. Отказываетесь? Протокол направления медицинского освидетельства на номер 09.7.099.216. Понятно вам? Понятно. Мне кажется, стоит сюда добавить все-таки общественное порицание. Чем чаще в обществе будет как бы попрекать такое поведение, тем больше, может быть, люди будут задумываться. Потому что часто некоторые говорят, ой, это круто, ездит без прав человека, классно. Я не считаю, что это и круто или как-то, я не знаю, но есть право управления, доступ есть, пожалуйста. Ну, так это даже просьба к тем, у кого нет водительского, не надо это делать. Можете привлечь и собственника транспортного средства к ответственности. Подставить, скажем, да. Подставить, да, ну, можно и так выразиться. И себя непосредственно. Еще одна такая частая, значит, вещь, с которой сталкиваюсь я, будучи водителем, опять-таки у нас здесь в республике, я часто вижу машины без номеров. Вот как бороться с этим? Мы уже и с этим боремся, и другие службы непосредственно. И есть у нас вот с сотрудниками, мы проводим беседу, едут на работу, выявляют, все передают информацию, есть и гражданские люди, которые выставляют интернет, на что мы непосредственно реагируем, когда мониторим соцсети. Что касательно свадебных кортеджей? Да, с просьбой хотелось бы обратиться к участникам свадебных кортеджей, чтобы праздник оставался у них праздником. Потому что у нас, как бы, с района, если выезжают или видят инспектора, передают друг другу, такие транспортные средства с этого кортеджа останавливаются с кортедж, привлекаются к ответственности, после чего выезжают. Нарушают правила дорожного движения, но это к хорошему не приводит. И все равно это то же самое время, административный материал. Ну, очень большая просьба, если есть такая возможность. Не превращайте праздник в что-то плохое. Что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы будем надеяться, что все-таки обстановка на дорогах Карачаева-Черкесии будет стабильная, стабильно хорошая. Спасибо вам большое за вашу работу и за сотрудников. До свидания. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова